Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. 5 самых живучих стран в МП партиях, причем это не будут совсем уж такие отъявленные мажоры, будут среди них, ну мягко говоря, не совсем приметные страны, как поначалу, не такие любимые, то есть это не Англия, не Франция, не Османы, которые игроки постоянно жаждут. И первая страна, как вы догадались, это Швеция. Да, у нее проблемы в начале здания, но, как показывает практика, ее земли не особо кого-то интересуют. Мог бы со шведами воевать поляк, но у него проблема с Венгрией и Австрией. Москва тоже могла бы напасть на Швецию, но сначала нужно победить Новгород. Но для Москвы гораздо выгоднее заключить союз со шведами, поскольку ему нужны помощники в войне против Большой Орды и узбеков, то есть против кочевников. Поэтому часто Москва и шведы союзятся друг с другом. Шведские земли особо никого не интересуют. Если вы захватите 2-3 провинции у шведов, они мало вам что дадут. Какой-то доход ничего тут не привнесут. В Балтийском море, ну, если только раскачивать ТЦ-шку и то убивать свою страну, подвергать ее опасности ради Балтийского моря, ну, я бы не стал бы. На месте поляков, на месте Москвы, в общем, у всех его соседей свои проблемы. Да, есть англичанин, но доберется он до вас, ой, как не скоро. Вторая держава, которая выживает чаще всего, к моему удивлению, это Милан. Почему Милан, не особо понятно, как на первый взгляд, но если задуматься, по идее Милан очень слабое государство и его должен на старте шотнуть. Либо Франция, либо Арагон, либо что-то еще, но нет. Милан чаще всего союзится с Австрией. Австрия у нас очень сильна на старте и ей не выгодно, чтобы француз захватил Италию. Поэтому, если австрияк не полный дурак, он по-любому будет дефать Милан. А у Арагона свои проблемы. Да, чисто теоретически он мог бы напасть на Геную, а потом на Милан. Но убивать свою страну ради Милана, а потом еще и ссориться с Австрией, ну такое себе удовольствие. Тем более, что под носом у него Мараканец и Тунис, которые побить тоже не всегда получается легко. Смотря какие игроки будут сидеть по скиллу в Магрибе. Очень часто Милан захватывает часть Венеции, Савойи, не боится француза, если адекватный австрияк. Далее захватывает север Италии, центральную Италию. Захватывает южную Италию. Арагон часто лопается, в отличие от Милана. И даже если он захватит Италию, может быть часть Иберии, если будет Арагон разваливаться, то получается очень сильная держава с очень сильной экономикой. Итальянские земли самые богатые в игре. Так что, к моему удивлению, Милану очень часто получается выживать. Как у него это получается, это вы мне скажите. Португалия вообще изи страна, не только в Сингли, но и в МП партии. Но казалось бы, ее шлепнуть будет не так сложно. Даже если он союзится с англичанином, приходит Кастилец и Арагон, сговорились и все. У англичанина проблемы с французами. Да, они могут договориться за 5 минут. Пока англичанин сообразит, да, здесь расстояние не такое большое, но казалось бы, Кастилец запросто шлепнет португальца и приплывает. Но нет, не получается так. На Португалию редко, когда Кастилец нападает. Возможно, потому, что ему нужна крепость Суета. Купить эту провинцию почему-то сам Кастилец не догадывается. За 100-200 монет. Но не все так просто. У португальца не такое плохое положение, как можно показаться на старте. Да, если Кастилец, к примеру, агрессивен, он может договориться с марокканцем и Тунисом. Пустить их армии сюда, на свою территорию и уже самому пойти в атакующую войну. Если в Иберии будут магрибские войска, то Кастильцу придется очень и очень худо. Также португалец может договориться с французом и наоборот уже идет речь не о том, что Кастилец покушает португальца, а будут кушать Кастилью и еще даже Арагон могут прихватить с собой. В общем, получается так, что Португалия, Кастилья и Арагон из трех держав в Иберии умирает кто угодно. Либо Кастилья, либо Арагон, но только не португалец. Возможно, потому, что он идет в колонии и не претендует на земли Иберии и на земли Северной Африки. Но как-то глупо ему умирать здесь, в Иберии, когда у него столько вариантов развития. Пойти в Северную Америку, в Южную Америку, в Африку или даже в Азию. Бранденбург, четвертая держава, которая меня тоже немножко удивляет. Это не совсем сильное мажористое государство, это Бранденбург. Но в Сингли играть на нем еще более-менее куда не шло. Однако в МП он может вызывать трудности. Тем не менее, как показывает практика, Бранденбург очень часто выживает. Да, силы у нас на старте очень скромненькие. Не такая сильная экономика и не такая большая армия. Тем не менее, Бранденбург живет. Почему? Австрияк очень сильный на старте, но иногда Австрияка все-таки убивает. С вероятностью близкой к 100% Австрияк будет союзиться с Венгром. Это защита от Османа. Но также, чтобы победить Польшу, ибо расширяться ему некуда, он заключает союз с Бранденбургом. Воевать с Бранденбургом ему вообще невыгодно. Может быть, он даже поможет заунить Богемию. Австрияк будет вначале бегать. О, пожалуйста, проголосуйте за меня. Бранденбург, ты тоже можешь голосовать? Да, видите, он тоже князь Курфюз. И может проголосовать, чтобы Австрияк быстрее заунил. Да, со временем с Австрией будет соперничество. Но к этому времени Бранд успеет захватить Тевтонский орден. Как правило, Польша слабее союза трех Бранда Австрии и Венгрии. И Польшу они разбивают. Затем Бранденбург захватывает земли ордена и формит Пруссию. К этому времени он захватывает Бремен, Любек и Гамбург. Богатые торговые города. Поднимает очень сильно экономику. Даже если у него 50 или 100 провинций будет на севере Германии, это получается очень сильная держава. Все мы видели, как Магва тот же. Один сражался вполне достойно против четверых игроков. И мне в один момент даже показалось, что он затащит. Так что Бранденбург очень часто выживает, но играть на нем очень сложно. И самое топовое, нет, не пятое место. Я бы сказал бы, наверное, первое место. Это мое любимое Дзянь Джоу. Почему она всегда выживает? Не знаю. Наверное, это звезды сошлись именно над этой державой. Собрать дальневосточные земли не так сложно. И даже если на Айарате будет человек, который не лояльно к нам настроен, даже если будет воевать с нами, мы все равно найдем выходы из положения. Вот с японцами нам почему-то не везет. Казалось бы, ну сядь ты за Уисуги и захвати Японию. Ну что здесь сложного? Дзянь Джоу берет, захватывает вот эти земли, может уже поднимать элитную конницу Чингисхана, как я ее называю. Да, Айарату он войну скорее всего проиграет. Но он может договориться с ним и вместе побить мин. Если Айарат такой офигевший и подумает, что зачем мне кто-то там нужен, я и сам со всем справлюсь. У Дзянь Джоу есть варианты. Он может построить флот, напасть на север Японию и даже побить Уисуги, побить японца и самому уже стать Японией, сформировать Японию. Но даже если это у него не получится, он через Камчатку, через Чукчи переезжает в Северную Америку и становится Аляской. Да, Дзянь Джоу получится не такая сильная и мощная и не такая крутая, но в любом случае Дзянь Джоу выживает. В наших партиях и в наших лигах не было еще такого, чтобы Дзянь Джоу сдох. Или я может быть что-то путаю. Если это так, если Дон Педро опять все напутал, обязательно напиши мне об этом в комментариях под видео и тыкни меня носом. Но я считаю, что Дзянь Джоу имеет право на жизнь. И да, парни и девчата, скоро новая мультиплеерная партия. Нет, это не намек, что я буду на османах. Но в Дискорде вы можете в разделе инфа пройти голосование, что вы больше хотите увидеть. Мультиплеерную партию Битва Вармонгеров. То есть, ну своего рода обычная мультиплеерная партия, где будут игроки сидеть на мажорах. Например, Кастилия, Великобритания, Франция, Османы, Австрия и так далее. Либо вы хотите увидеть Битву Миноров. То есть, на маленьких странах карта будет поделена. То есть, даже это не Византия. Одна-две провинции примерно будет на старте у каждого игрока. Если видео понравилось, то поставь лайк, подписывайся на канал, будет еще много интересного. Оставляйте свое мнение в комментариях под видео. Всем спасибо, всем пока.